Тост Они ровнее лежали Ох, ушел бы ты куда-нибудь Вздохнула мама Пойди погуляй Или книжку почитай Я послушно побрел в свою комнату И взобрался на подоконник Во дворе было тихо, пусто Солнце начинало садиться На крышу шестнадцатого дома Дальше начиналась улица Замареного Круто бегущая вниз С требезжащими трамваями А потом и площадь восстания А на нашем трехгорном валу Был сквер В одном его конце Был памятник Ленину А в другом Недавно поставили Рабочего с булыжником Глазницы у этой скульптуры Были пустые И я ее немного боялся Гости все никак Не приходили Сива! Крикнула мама отцу Может позвоните, ма Шестой час уже И тут Наконец Они пришли Не захотелось сразу броситься в прихожую Но я взял себя в руде И продолжал смотреть в окно Хотя ничего интересного там не было Вот пусть гости поздороваются Расцелуются с мамой и папой Снимут ботинки Если надо, войдут в комнату И спросят А где наследник-то? Они всегда так спрашивают Все гости И тогда я выйду Спокойно и неторопливо В этот момент В комнату Неслышно вошел дядя Женя Ого-го! Закричал он И от испуга у меня Заколотилось сердце От испуга я чуть не шлепнулся С подоконника Но совсем не обиделся Ведь праздник начинался Когда все сели за стол Мама вдруг спросила меня Эй! А ты хоть знаешь Что за праздник-то? Я быстро проживал И крикнул Девятое мая! Что вы пристали к ребенку? Возмутился дядя Юзи Из Харькова Все он прекрасно знает Не хуже вас И он возмущенно Сунул в рот Кусочек селедки Папа как всегда молчал И только внимательно Смотрел на меня Но я действительно знал Сколько уже фильмов Я просмотрел Про войну по телевизору Как я ненавидел Фашистов Высокомерных Подлых С вечным стеклом В глазу И вечно говорящих По-русски С противным акцентом Ну хорошо Сказала мама Давайте За победу Выпил и я Я очень любил лимонад И всегда пил его Причмокивая Но в этот раз Я даже не обратил На лимонад Внимание Так отхлебнул Немножко и все Мне очень нравился Этот день Тихий И торжественный Так же тихо И торжественно Стояли тарелки На белой скатерти Когда гости Еще не пришли И во дворе Сегодня Было так же тихо И на улице Мама не выдержала Тишины Не громко Включила телевизор Там седой генерал Что-то говорил Про наших Славных танкистов И артиллеристов Летчиков И моряков Я сразу запомнил Его слова Гости зашумели Заговорили Как обычно За столом А я думал И когда стало Совсем шумно Друг сказал Мама А можно Я скажу Что скажешь Удивилась мама Тост Дядя Юзя Засмеялся И громко закричал Дайте сказать Тост Ну что вы В самом деле Мужчина ты Или нет Обратился Дядя Юзя Ко мне Но я уже Не смотрел на него Я ни на кого Не смотрел Я набрал воздуха И крикнул За наших Славных Артиллеристов Одержавших победу В Великой Отечественной войне Ура Ура Тихонечко Закричал Дядя Женя Веселый Молодой сын Дяди Юзи Все засмеялись И немножко выпили Молодец Смачно крикнул Дядя Юзя И снова положил В рот Кусочек Селедки Молодец Огурец Промолвила мама И посмотрела На папу Папа улыбался Уставившись В тарелку И тогда Я крикнул Опять За наших Славных Тантистов Одержавших Победу В Великой Отечественной Войне Ура Ничего Другого Я придумать Пока не мог Но все Опять Дружно Засмеялись И даже Захлопали В ладоши Только мама Не смеялась Она грустно Смотрела На меня А когда Все выпили Тихо сказала За нашего Дядю Лешу Я И выпила Одна Дядя Леша Был мамин брат Он жил В Горьком Папа звал Его Дядя Леша Об одной Наде Он приезжал К нам редко Ему ведь Трудно было Ездить А ногу Он потерял На войне А за Интендантов Весело Крикнул Дядя Юзя Он на войне Был Интендантом Обеспечивал Войска Всем необходимым Сказал мне Папа Когда я спросил Что это означает Но я уже Ничего не слушал Чуть ли у меня Горели Мне было Страшно Весело Я так любил Этот праздник И этих людей Мне так нравился Мой длинный Красивый Тост За наших За наших Запнулся я Ура Тихонечко Закричал Дядя Женя И все И все И все Опять Засмеялись С каким-то Облегчением Но я Вспомнил Вспомнил За кого Еще надо Выпить За наших Славных Летчиков Одержавших Победу В Великой Отечественной Войне Маленький И говорил Платочек Сперечь Вместе